Добро пожаловать, ребята, на 16 этап Формулы 1 на Гран-при России. Что же, долгожданная Россия, закончились у нас уже давно европейские этапы, и теперь мы потихоньку начинаем уже путешествовать по миру, возобновили в Россию. Следующий этап у нас будет уже в Японии. В России, в принципе, как я ожидал, у нас всё было очень и очень хорошо. Повезло ещё с настройками, я попал очень хорошо в них. Это так, что у нас был очень низкий износ покрышек, что позволило без проблем пройти и на софте, в третий сегмент, и на мидиуме ещё и проехать всю гонку, и при этом он был ещё достаточно износоустойчивым. Поэтому никаких проблем у нас в Фражке не должно было быть, возможно, за исключением одной, и именно моего напарника Даниила Квята. Всё-таки у нас одинаковый болид, и поэтому более-менее одинаковые шансы. Как мы понимаем, на прошлом этапе в Сингапуре он занял третье место, что было уже неплохо, мы вдвоём зашли на подиум, также ещё между нами был Гасли, поэтому, может быть, в этот раз мы сможем зайти также вдвоём на подиум, и, может быть, сможем сделать дубы. По крайней мере, в квалификации мы это уже смогли оформить. Первое-второе место за нами, потом уже идут Мерседес Ботаса, и болид Рейсинг Пойнт Чака Переса. Также Льюис у нас квалифицировался только на 6-м месте, что для нас очень и очень хорошо. Ещё было бы лучше, если бы он доехал на этом 6-м месте, ну, в идеале, чтобы он не финишировал в очках. Опять же, это всё идёт для того, чтобы мы смогли выиграть чемпионский титул. Ладно, берём к стартовой решётке, которую я немного уже озвучил. Первое место за мной, второе за Даниилу Кретом, третье место за Вальд Реботсон, четвёртый Чака Перес, пятый Макс Ростаппен, шестой Юис Хэмилсон, седьмой Себастьян Феттель, восьмой Кевин Магнусон, девятый Ланда Норрис, и десятый Ника Хюлькинберг. И Гасли, который также взял штраф. Вот, под конец, все начинают потихоньку набирать эти самые штрафы. Так что, возможно, в Мексике и в Остине мы увидим ещё больше штрафов, и, возможно, там прям перемешается полностью у нас стартовая решётка. Как я и говорил, стратегия вводим пустов, и переходим к старту. Гас, ну, красная нить, я неплохо срываюсь в этот раз с места. Тут же меня Крят пытается обойти справа, Ботас слева, и тут мне самое главное было дожить именно до первого нормального поворота, а не до того небольшого изгиба. Но, к сожалению, Крят не обошёл. Я думал, контратаковать во втором повороте, но решу не лезть. Всё-таки первый круг, и гонку выгружать на первом кругу не очень. Я могу себе сломать передней крыло, ещё Кряту что-нибудь сделать, и по итогу мы оба ещё и проиграем из-за меня. Поэтому рисковать не стану, всё-таки у меня есть темп, и я смогу обыкнать Кряту чуть позже. Ботас меня также пытался обойти, и из-за того, что ещё и раньше я начал оттормаживаться, он смог со мной поравняться, и из-за этого мы ещё весь первый сектор проехали бок о бок, что дало Кряту некоторое время, чтобы оторваться от меня, больше чем на секунду. Ферстапин ещё так же хотел к нам подлезть, но Ботас его вытеснил, со словами третий лишний, и поэтому продолжили уже борьбу вдвоём. Также позади у нас Льюис боролся с Пересом уже за пятую позицию, ну и Перес со старта проиграл свою позицию по отношению к Ферстапину. Но в принципе у Переса была интересная борьба с Льюисом, которую он смог всё-таки выиграть, и удержать свою хотя бы пятую позицию, по крайней мере, ему нужно теперь вернуть свою четвёртую по отношению к Ферстапину, который всё-таки её отобрал. Но из борьбы с Льюисом, Перес немного подотстал по отношению к Ферстапину, Но уже к третьему кругу он смог отыграть это отставание и по итогу уже был недалеко от Ферстаппена, который в свою очередь пытался атаковать Ботаса. И в принципе у него это удачно прошло и он смог выйти на третью позицию. В этот момент я ставлю еще и сам молчий круг, пытаясь догнать своего напарника. Ну и потихоньку-потихоньку я догонял Клята, хотя он был все-таки еще в секунде от меня. Но благо я все-таки получил ДРС на трансфейшей прямой. Вот, Ферстаппен к сожалению не смог удержать свою третью позицию, Ботас ее тут же отобрал на стартской нижней прямой за счет ДРСа и Слептима. Вернулся в третью позицию и отдал Ферстаппена на расстязание Пересу. Собственно Перес сразу же начинает атаковать Ферстаппена уже на следующем кругу. И соответственно они начинают уже ехать бок о бок, замедлять позади идущий пилотон. Но и Ботас начинает этим пользоваться и потихоньку отрываться. Переса неудачная была первая атака, там уже и Кэммингтон был рядом. Как я и говорил, они потихоньку начинали сдерживать пилотон позади них. И поэтому уже начинался такой паровозик образовываться. Ну что, в кругу я уже догнал Клята, пытался его атаковать, но поздно начал тормозить. Пролетаю поворот и по итогу выезжаю в безопасной зоне. Ни в кого не въезжаю, слава богу, поскольку был у нас отрыв все-таки. И по итогу теряю время по отношению к Кляту и пытаюсь его снова догнать. В десятом кругу, к кругу бидстопа своему, я догоняю Клята. Пытаюсь его так же пройти на обратной прямой. И за счет слепки Мдреса догоняю под конец прямой. Думаю по одной структуре ли обойти, но он закрывает ее. И я решаю то, что ладно, сброшу лучше сейчас газ и заторможу. Чем мы вдвоем просто расшивем себе отбойник и закончим в нем же гонку. И поэтому просто подарим Мерседесу очередную победу. Чего мне, кстати, не очень-то хотелось допускать. Так как у нас все еще есть возможность выбраться за чемпионский титул. Да, гонок остается все меньше и меньше. Уже после России у нас остается пять гонок. Это Япония, Мексика, США, Бразилия и, конечно же, Абудаби. Собственно, за эти пять гонок надо как-то постараться их выиграть все. И, соответственно, сделать так, чтобы еще и Льюис не финишировал очень высоко. То есть не на вторых, там, третьих, четвертых позициях. А чтобы хотя бы был в середине первой десятки, там, пятое, шестое место. Ну и, соответственно, лучшие круги тоже делать мне надо. А не Льюису, либо еще кому-то. Ну, хотя бы ладно. Еще кто-то может так делать, но самое главное, чтобы не Льюис, чтобы он не набирал лишние очки. После всего пистопа я выезжаю, к сожалению, позади всех, кроме Рассела, у которого что-то случилось, похоже. Ну, Вильямс, что с него взять. Ну и позади у нас также борется Кубица с двумя Альфа Ромео, которые также еще между собой борются потихоньку. Кубица ушел на пистоп, и я же уже догнал две Альфа Ромео, и пытаюсь их как-то обойти, чтобы потерять меньшее количество времени. Но, забегая чуть вперед, мне это не удастся, поскольку Джовенадс, ездящий передо мной, сворачивает зачем-то вправо, я думаю, что он поедет на пистоп, соответственно, я решил там оттормозиться и дать ему поехать на пистоп. Но, оказалось, он не поехал на пистоп, он мне просто хотел закрыть траекторию, и по итогу я посмотрел еще на этом времени. Окей, на старт фишный прямой я уже за счет ДРЭСа-то смогу его обойти, что-то я и делаю. Также в этот момент Квятс у нас выезжает из пистопа, что говорит о том, что я сделал неплохой андеркат. Но, я промайкнусь с точкой торможения, улетаю во втором повороте широко, по итогу Джовенадса снова едет передо мной, и все по-новому. Надо снова по-новому отойдить, но уже позади меня был Квят, и Ботас там тоже был недалеко, а Джовенадс меня неплохо так сдерживал. Пытаюсь его обойти в четвертом повороте, но блокирую переднюю покрышку, благо не врезаюсь у него, но все равно теряю время. И к концу первого сектора Квят уже был у меня на хвосте, хотя до этого он был в секунде с чем-то от меня, что как бы говорил о том, что если я просто бы обогнал сразу Джовенадса без каких-либо проблем, я смогу спокойно закончить гонку на первом месте. А так, мне еще может быть придется побороться с Квятом, поскольку он очень и очень близок ко мне. Но у меня есть небольшое преимущество, это разогретые покрышки по отношению к Квяту, но он уже у меня на хвосте, и мы вдвоем обходим, конечно, на Джовенадса, но я потерял за ним просто уйму времени, наверное, секунды 2-3. Именно с Джовенадсом, пока я ехал, не мог его опередить. После пистопов также у нас продолжили свою борьбу и Перес с Ферстаппиным за четвертое место, и, в принципе, у них это шло, ну, не шатка-валка. Хэмбертон был позади, они обменивались позициями, конечно. Ферстаппин смог вернуть четвертую позицию, потом Перес пытался его контратаковать на следующем кругу. Если бы, конечно, Перес был чуть ближе к Ферстаппину, он смог бы обойти до поворота, но, к сожалению, он смог только поравняться с ним, выйти чуть вперед, конечно, но у Ферстаппина была бы более выгодная траектория, за которой он вышел чуть быстрее, чем Перес, и смог с ним уже поравняться. Тут же и Льюис уже был позади, и Феттель был рядом, и они оба думали, где бы могли бы обойти эту пару, которая между собой борется, плюс еще Перес блокирует свои покрышки на выходе из четвертого поворота, что позволяет Максу удержать свою позицию. До примерно следующего круга, когда Перес все-таки его смог атаковать, еще до поворота он смог его пройти без каких-либо проблем, ну и позади уже за этим всем делом на блюдах, конечно же, и Хэммельтон. Да, Перес еще умудрился тут накосячить с торможением, но благо в этот раз это не стоило ему позиции. Ферстаппин пытался атаковать Перес на следующем кругу, но не смог, уже смог его атаковать Хэммельтон. И Хэммельтон без проблем проходит сначала Ферстаппина, а на следующем кругу уже без проблем проходит и Переса. Да причем так удачно проходит, что они снова с Ферстаппином схлестываются в борьбе за уже пятую позицию, и по итогу Хэммельтон начинает просто спокойно отъезжать, а Перес с Ферстаппином в этот момент продолжают свою борьбу. И Перес, что самое главное, все-таки смог выиграть эту борьбу, заходя немного вперед, все-таки отобрал пятую позицию у Ферстаппина. Фезарь, конечно, пытался как-то атаковать, но ничего у него не вышло, они просто закрывали всю траекторию доступную, и по итогу он так и дальше продолжал сидеть позади, там уже потихоньку стролу начинал пригонять. Но вернемся к моей борьбе с ребятом. После того долгого опережения, даже на все понимал, что Кэт рано или поздно начнет меня уже атаковать, и я просто готовился к этому моменту, когда он меня начнет. И первая атака произошла на обратной прямой, он меня пытался опередить, но он заблокировал преднее правое колесо, я также слегка его заблокировал, но все-таки смог отстать свою первую позицию и поехал дальше. Уже на 17 кругу у меня также пытался перейти в 3 секторе, и это ему удалось по сути, я там много накосятил с торможением, чуть дальше улетел, и тем самым я его пропустил вперед. Ну думаю, окей, буду его контратаковать, но потом подумал, а зачем, если можно сэкономить ресурсы в данный момент, и подождать там последний круг, на котором я без проблем смог его атаковать, и не получить контратаки от Квята. Собственно я начинаю это делать, Квята еще и косячит в 2 повороте на торможении, но окей, ладно, продолжаю за ним ехать, продолжаю показываться в зеркалах заднего вида Квята, немного атакую его, и иногда посмотрю на свой разрыв между мной и Ботосом, поскольку потихоньку Ботос начал нас догонять, потому что, ну, мы занимались подобными делами, то есть я его атакую, потом он меня атакует, ну и мы по итогу начинаем терять оба время. К этому моменту уже и Юиста начинает отрываться, вот Переса и Ферстапина, поэтому я понимал то, что если Ботос упрадется в нас, и еще и Юиста догонит, то это будет полная жопа для нас. Ладно, не для нас, для меня, потому что Юист может заработать тогда хорошие очки, выиграть может он не выиграть, но возможность заработать 18 очков за второе место у него все-таки будет, что для меня не очень хорошо. Поэтому, начиная с 22-го круга, я просто атакую тут же Квята, и начинаю от него тут же отрываться. Ну, как отрываться? Пытаюсь еще и его при этом заставить ехать быстро в моем темпе, то есть получает от меня он ДРС, и Стрим получал, но к 25-26-му кругу он уже останет даже больше, чем на секунду. Но самое главное то, что его Ботос при этом не догонял, что для меня было, соответственно, и хорошо. На последнем кругу я еще и улучшил свое лучшее время, чтобы точно заработать все-таки гарантированно 1 очко. Льюис к этому моменту слабо подогнал своего напарника Ботоса, и, соответственно, Льюис финишировал у нас на 4-м месте. В принципе, мы продолжаем бороться за чемпионский титул, но, опять же, ситуация очень и очень плохая для меня, поскольку мне надо выиграть все этапы, а Льюису для того, чтобы выиграть чемпионский титул, надо просто приезжать где-то вторым-третьим все время и тем самым зарабатывать очки. У нас, конечно же, еще есть Леклер между нами, но Леклер данной гонки очень плохо приехал аж в конце второй десятки, что для меня очень хорошо. Я вот тут же догоняю по очкам и уже смог с ним более-менее сравняться. И, в принципе, уже в Японии, скорее всего, смогу его обойти, если, опять же, финиширую на первом месте. Но посмотрим, как у нас пойдет еще Япония. По крайней мере, в прошлом году у нас все было печально, точнее, в Макларе не было все печально, я даже не смог закончить гонку, поскольку я просто въехал в Racing Point, которая не очень безопасно выезжала в первом повороте. Ладно, Россию мы выигрываем. Первое место за мной, второе за Квятом. Дубль. Первый для Торороса, ну и первый для нас с Квятом, что очень и очень неплохо. Ботас у нас приехал третьим, что меня, опять же, устраивает вполне, так как за Кубок Конструкторов мы в этом году не боремся. Но в следующем году мы обязательно за него будем бороться. Финальный результат у нас. Гасли у нас не смог прорваться из второй десятки. Эклер тоже. Как-то топ-команды потихоньку скатываются. Но Феррари, да, там уже где-то находятся по характеристикам в середине пилотона. Мы, конечно же, являемся сейчас топ-1 командой, но, опять же, не очень далеко от Мерседеса. Поэтому, если Мерседес начнут проводить себе обновления, то, возможно, они нас еще и скинут с этого места, поскольку у нас новые элементы аэродинамика приедут только в Мексику. А до Мексики мы ничего не сможем получить, только если есть шасси. Ну, опять же, шасси нет смысла качать, поскольку в новом следующем сезоне у нас уходит новый регламент в плане шасси. Также после гонки нам предлагают, к сожалению, новый контракт. Почему, к сожалению, поскольку старый меня полностью устраивал. Я имел все бонусы третьего уровня, имел хорошие позиции, ну, а сейчас мне говорят фигу с маслом, и теперь мне надо было выбирать, что я выберу себе второго уровня. Ну, сначала я подумал то, что возьму, окей, квалификационную позицию себе первую, к примеру, и 500 второго уровня. Мне все равно сказали то, что хрен тебе, и я решил уже, окей, возьму тогда одновременные разработки на второй уровень. Поскольку в данный момент на третьем уровне нам, ну, ничего не нужно, мы двигатель только начинаем исследовать, а там из-за того, что модификации идут, по сути, в ряд на мощность, то есть мы не можем прям по нескольку модификации сразу привозить себе на этап. И по итогу, с третьего раза все-таки переговоры пошли успешными, но, опять же, контракт меня не радует, и я бы сделал какую-нибудь функцию, чтобы можно было сохранять как-то старые контракты. Ну, к примеру, там, в начале года ты подписываешь контракт определенный, и в течение года ты его, примерно, не хочешь менять вообще. Соответственно, выбрал один раз привилегии на весь сезон, и с ними катаешься. У тебя нет возможности их поменять в течение всего сезона. Как по мне, это была бы неплохая такая фишка контракта. Что же, теперь надо заказать себе новую модификацию, и я решил то, что, так как у нас только ДВС сейчас очень сильно страдает, шасси мы можем, пока что, забить, и плюс мы сделали, выиграли соперничество у Квята, и также сделали задачу, можно было, соответственно, потратить больше очков на двигатель, и прокачать отдел качества. Но сначала я взял, конечно же, модификацию, а уже потом отдел качества прокачиваем. И на этом, ребят, все, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорых встреч, ребят, пока-пока, и удачи вам. Ну, и также небольшой вам тизер на Японию.